Дебаты на Украине свелись к предвыборному митингу Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко сказал новое слово в предвыборных технологиях, он дебатировал сам с собой. Его соперник Владимир Зеленский предсказуемо и заблаговременно отказался от диалога с аутсайдером президентской гонки на его условиях и на его поле. В итоге все свелось к предвыборному митингу Порошенко, сначала на площади перед стадионом Олимпийский, а позже и в самой чаше. Порошенко прекрасно знал, что Зеленский не появится 14 апреля в Олимпийском. Фото, EPA. Напомним, дебаты в воскресенье, 14 апреля, в 14 часов придумал себе сам Порошенко. Законы Украины и его конкурент предлагают действующему единственную дату и время для дебатов 19 апреля в 19 часов. Место тоже обозначил Зеленский главный стадион страны, поскольку законом этот вопрос оговаривается не строго. Но Порошенко, согласившись с датой и местом первоначально, уже на следующий день начал выставлять собственные требования. На словах он смело искал встречи с соперником и провоцировал его капризными требованиями уделить себе внимание, причем в самый неподходящий для того момент. Один раз их контакт состоялся, когда Порошенко без предупреждения явился в эфир принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала 1 плюс 1 на поле соперника и потребовал немедленной явки Зеленского в студию. Ответ получился асимметричный. Зеленский по телефону из Парижа указал пану президенту, что наружное наблюдение Службы безопасности Украины, СБУ, следило за ним до аэропорта Борисполь, откуда Зеленский вылетел на встречу с президентом Франции. Минус. Эммануэль Макронь принял в Елисейском дворце Владимира Зеленского. Если верить местным социологам, молодота кандидата поддерживает без малого три четверти украинцев, и законными методами сократить этот разрыв Порошенко не способен. Отчаянная ситуация заставляет его действовать путем провокации. Порошенко даже привлекает признанных экспертов в этой сфере. Украинские СМИ сообщают о прибытии в Киев израильского политтехнолога Моши Клюкхавта, известного специалиста по негативу. Именно провокациями являются оскорбительные ролики и черные агитационные палатки, где раздают листовки без выходных данных, рисующие кандидата Зеленского наркоманом, дезертиром и агентом Кремля. В штабе фаворита осведомлены об опасности навязываемой игры по правилам уходящего президента и поэтому игнорируют предлагаемые ловушки. Тем более что речь в каждом случае идет не только об ущербе для имиджа в эти дни для многих украинских политиков появление рядом с Порошенко на публике стало токсичным, но и о возможной угрозе жизни. В штабе Зеленского осведомлены о готовящихся против кандидата в президенты провокациях. Так, воскресные дебаты проигнорировали бесстрашные в остальные дни украинские неонацисты из запрещенной в России партии Национальный корпус и родственных структур, с февраля преследующие Порошенко по всей Украине на его митингах. По нашей информации, администрация президента и СБУ с целью срыва выборов готовят силовые провокации, в которых намерены обвинить Национальный корпус и Национальные дружины. Заранее заявляем, ни Нацкорпус, ни Полк Азов, ни любые другие связанные с нами организации не будут участвовать в акциях во время дебатов президента с самим собой, заявил накануне главарь неонацистов Андрей Белецкий. Его заявление это в том числе и сигнал президенту от главы МВД Арсена Авакова, ставшего сейчас вторым по влиятельности человеком в стране и своеобразным арбитром, он тоже знает о готовящихся провокациях и таким способом предупреждает Порошенко их не делать. Софет раскритиковал передачу грамоты Петра Ай, Украине. И это не последний неприятный для Порошенко звонок, еще до второго тура голосования на свободу может выйти Надежда Савченко. Заседание Браварского районного суда об изменении ей меры пресечения назначено на понедельник, и если верить защитникам, вероятность ее освобождения из-под стражи уже не нулевая. В том числе и по причине фактической отставки куратора судебной системы, заместителя главы президентской администрации Алексея Филатова. Сомнительно, что, выйдя на свободу, народная героиня Савченко найдет добрые слова о нынешнем президенте Украины. В мире экс-СССР Украина выборы президента Украины 2019 политический кризис на Украине.